На прошлом шаге мы классифицировали датасет вниз, рукописные цифры, с помощью полносвязанной нейронной сети. Сейчас мы попробуем улучшить наш результат, использовав конволюционные нейронные сети. Мы рассмотрим архитектуру LUNED. Она самая первая в мире сверточных нейронных сетей, и, соответственно, она не самая лучшая, но она довольно логичная, и мне кажется, что с нее можно начать. Сперва у нас подается изображение размером 32х32. Вместе изображение 28х28 мы с этим тоже немножко поработаем. Это изображение прогоняется через свертку 5х5 с шестью выходными каналами. Значит, у нас свертка 5х5 проходит по всему изображению. У нее нулевые паддинги, то есть она не выходит за границы изображения, и по этой причине она обрезает 2 пикселя с каждой стороны изображения. И выходное изображение от 32х32 преобразуется к изображению 28х28. Но теперь это уже не изображение, а тензор глубиной 6, потому что свертка с шестью выходными каналами. После этого вот этот тензор 28х28х6 передается в Average Pooling. Сейчас уже, в принципе, так не делают, уже везде используют Max Pooling, но здесь еще используется Average Pooling, который вычисляет среднее значение по квадрату 2х2. Вот он по всему изображению проходит со страйдом 2, то есть он берет непересекающиеся участки 2х2 и вычисляет среднее значение пикселей или чисел, которые оказываются вот в этом тензоре. И на выходе у него один пиксель. Соответственно, все изображение ужимается в два раза. Было 28х28х6, стало 14х14х6. Далее повторяется точно такая же свертка, как в первый раз, только теперь у нее количество входных каналов 6, а выходных каналов 16. При этом у нас из 14х14 изображение получается 10х10, потому что у нас по 2 пикселя съелось с каждой стороны, потому что мы применяли свертки без паддингов, без выхода за границы изображения. Далее снова пуллинг, точно такой же, 2х2 average пуллинг. И далее у нас есть два варианта, что делать. В принципе, они аналогичные. В Леонете как делается? Берут свертку 5х5, потому что у нас получается тензор 5х5х16, с количеством входных каналов 16, а выходных 120. И вот эта свертка, она превращает наш глубокий тензор в один вектор размера 1х1х120. А мы сделаем немножко по-другому. Сначала вот этот тензор 5х5х16 мы растянем в один вектор, и у нас есть готовый вектор, к которому можно применить полносвязный слой, который на выходе будет иметь 120 нейронов. То есть, что тут 120 нейронов после свертки, что у нас в полносвязном слое будет 120 нейронов, при этом количество весов, если вы посчитаете, будет одинаковое. То есть, у нас на входе 16х5х5, и к конволюционному слою придется выучить все эти веса. 5х5х16 это 400 весов. И то же самое будет с полносвязным слоем, и мы тоже придется выучить 400 веса для каждого из 120 нейронов. После того, как мы получили вот этот вектор длиной 120, неважно каким способом, мы применяем к нему два полносвязных слоя. Первый полносвязный слой из 120 нейронов получает 84 нейрона, а второй полносвязный слой, он уже нам отдает ответ. То есть, он отдает нам 10 нейронов, которые потом преобразуются в одну из цифр.